Добро пожаловать на Мировое влияние. Сегодня мы поговорим о моем любимом поколении, о поколении Z. Это молодые люди, родившиеся в 1995 году. Сегодня мы с вами поговорим о том, что это поколение призвано быть честным в мире, где не все являются честными. В мире полно тех, кто борется с честностью. Правда, ущемляются, но среди этого Бог поднимает новое поколение, отдавшее жизнь Иисусу. Это цельные и честные личности. Мы пообщаемся со студентами университета Орла Робертса и обсудим тему честности. Надеюсь, эта беседа станет благословением для вас. Давайте послушаем мнение студентов о честности. Я хочу поговорить с вами о честности. Ребята, о чем вы думаете, когда слышится слово «честность»? Пожалуйста, объясните смысл слова «честность» своему поколению. Думая о честности, я вспоминаю о необходимости жить по определенным правилам, когда рядом со мной люди или когда я нахожусь одна. Стойкость показывает то, кем мы являемся на самом деле, и нашу реакцию на препятствия. Сейчас я вспомнил два случая, когда наш тренер объявил нам о предстоящем забеге. В момент, когда ты пробегал мимо тренера, другие шли, они бежали. Испытание показывает, как все обстоит на самом деле. Когда ты участвуешь в беге на выносливость, то это испытание показывает, кто из его участников является усердным, честным и искренним человеком. Я дал бы такое определение, слово «честность» от себя лично. Думая о честности, я думаю о принципах человека. Я думаю о морали и ценностях, и о том, как ты придерживаешься их в жизни. Я думаю о том, как люди живут по этим принципам. Поля, как ты реагируешь на нечестность? Как ты отвечаешь? Ну, откровенно говоря, я иду на конфликт. Потому что однажды мне пришлось разобраться со своими страхами и начать жить честно. Я говорю об этом с человеком, но я не делаю этого перед всеми. Я звоню ему, задаю ему вопросы о его жизненных ценностях и моральных правилах. Я спрашиваю, почему он так поступил. Я начинаю с ним общаться. Говорю от сердца к сердцу. И знаете, я хочу узнать их характер и узнать, кто они. Я не помню, где я прочла об этом, но я помню фразу о том, что вранье стало нормой в обществе и что честность больше не приветствуется. Поэтому люди создают имидж безупречного человека. Он делает вид, что у него нет проблем, и жизнь — это сказка. Люди не любят правду. Сложно ли вашему поколению говорить правду другим людям? Есть ли у него привычка врать? Порой мы обманываем, не замечая этого. Даниэла хорошо заметила, что мы преувеличиваем и выражаем факты, приплетая к ним то, чего не было. Порой мы хотим изобразить все определенным образом, чтобы люди одобрили это. Такое иногда происходит. Я думаю, вы знаете. Хорошо. Теперь, пожалуйста, все заполните пропуск в следующем предложении. Послушайте его. Честные люди будут. Заполните пропуск. Итак, честные люди будут. Что же именно? Честные люди поступают честно всегда. Честные люди будут стоять за правду. Честные люди подотчетны ближним. Честные люди готовы пожертвовать всем ради того, чтобы поступать по совести. Большое спасибо. Вы были великолепны, как всегда, ребята. Я поделюсь с вами Божьим словом о поколении Зетт, поколении честных людей. Сегодня наш выпуск посвящен теме честности и его важности для поколения Зетт. Мы говорили со студентами из Университета Орла Робертса. Они размышляли о честности. Перейдем к Божьему слову. Мы поговорим о концепции честности. Словарь Вебстера дает следующее определение честности. Строгое следование моральным ценностям. Неподкупность, благополучное состояние, полнота. Оно происходит от слова интегер. Это целое число. Оно без частей и неделимое. Честность – это цельность. Это то, что неделимо и заслуживает доверия. Для этого поколения честность – это испытание. Ему сложно жить честно в мире, который не стремится к честности. В мире был период, когда честность ценилась куда больше, чем сейчас. Люди борются с правдой. Правда ущемляется. Люди не хотят жить честно. Но во все века Библия и Божий Дух придавали значение честной жизни. В Псалме сказано «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мной, а меня сохранишь в целости и поставишь перед лицом твоим». В притчах сказано «Непорочность примодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их». Притчи говорят «мерзость пред Господом, устал живые, а говорящие истину благоугодны ему». Божье слово ценит честность очень высоко. Бог ведет нас, когда мы поступаем честно во всем. Но если мы лжем, ведем себя двулично, лукавим и являемся двоедушными, то Господь погубит нас. Мерзкие люди знают, что честность важна, особенно для лидеров нового поколения. Эйзенхау рассказал «Безусловно, главным качеством лидера является честность. Без нее нельзя добиться успеха в путейской бригаде, на футбольном поле, в армии и в офисе». Генри Крави сказал по этому поводу «Если вы не честны, то у вас нет ничего. Можно иметь все деньги мира, но если у вас нет моральных устоев, то у вас нет ничего». Еще один человек, Зик Зиглор, сказал «Честность и прямота. Обязательное качество успешных людей во всех сферах. Любой человек может развить эти качества». Маккей сказал «Если вы честны, то это преимущество, если нет, то это ваша главная проблема». Американский эссеист и поэт Ральф Уолда Эмерсон сказал «Не могу подобрать нужного слова, чтобы выразить восхищение перед честностью». Я верю в важность нескольких принципов, имеющих отношение к честности. Во-первых, поступая правильно, не думая, как на это посмотрят. Далее, во-вторых, веди себя в обществе и за закрытой дверью одинаково. Третий принцип звучит так. Пусть ваши желания и дела не расходятся друг с другом. Мы поговорим об этом чуть дальше. В-четвертых, пусть долгосрочные цели будут на первом месте, а краткосрочные — на втором. Успех нечестного, не долог. Чтобы быть успешным, надо быть честным. В конце концов, нам нужно жить без маски. Живиться не таясь и не прикрываясь. Сейчас в мире ведется война. «За честность». По сути, эта война «За честность» идет многие столетия. Особенно ожесточенно она ведется в 21 веке. Научите это поколение жить честно и искренне. Они станут духовными лидерами в этом поколении. В своих учениях и проповедях замечательный апостол Павел помогает нам жить искренне и честно. Он был честным человеком. Он пошел на конфликт с Петром, увидев, что тот нечестен и поступает двуличным. Павел был верен Иисусу. Он считал так. «Если Христос наполняет всю мою жизнь, то мне следует быть честным во всем». В ранней церкви Павел боролся с силами. Эти силы стремились разделить церковь и наводняли ее обманом. Это было законничество. Люди пытались исполнить волю Господа, не меняя своего характера. Они шли за Христом, стараясь соблюдать набор правил, но они не меняли свое сердце. Павел нападает на них в послании к галатам. Он воюет с силами, которые могли уничтожить церковь, двуличием и лицемерием законничества. Кроме того, Павел боролся в церкви с мечтательством. Законничество — это попытки исполнить закон без изменения характера. Мечтательство — это обещание исполнить волю Бога, которая остается желанием, не переходя в действие. Две эти напасти пришли в раннюю церковь. Но Павел выступил против них. Оставайтесь с нами, мы продолжим учение о честности. Мы посмотрим на то, как Павел противостоял и победил эти силы, которые пытались разрушить церковь изнутри и снаружи. Придерживайтесь принципов, о которых я говорю. Вы будете жить честно. Это самое важное в вашей жизни. Когда ты честен по отношению к себе, то этим ты упрощаешь себе жизнь. Поступай честно по отношению к себе и к другим. Будь честен с Господом и с ближними, будь это наставник, близкая подруга или твои родители. Говоря о честности, люди путают ее с законностью. До рождения Христа Римская империя росла стремительными темпами. Империя должна была существовать за счет налогов с провинции. Но система не работала. Сборщики налогов, которых называли мытарями, спорили, кто из них соберет больше денег с провинции. Мытари определяли ценность вещей и собирали налоги. Рим принимал налоги. Собирали налоги, даже если сумма собранных денег превышала требуемое. У них не было стимула давать точные данные о потенциале провинции. Поэтому Юлий Цезарь провел налоговую реформу, описанную Лукой. В те дни вышло от Кесаря Абгуста повеление сделать перепись по всей земле. И пошли все записываться, каждый в свой город. Путем установления единого подушного налога, Цезарь решил снизить зависимость властей от оценки мытарями стоимости имущества. Поступление налогов в казну стало более прозрачным. Мытари продолжали определять, какие товары облагать налогами, которые они собирали, а какие нет. Они влияли на должностных лиц, устанавливавших места законной торговли для введения налога на импорт. Они собирали налоги в виде товаров во время жатвы, а потом перепродавали их по более высокой цене в обмен на римскую монету по своему курсу. Все это было законно. Мытари пользовались этим, чтобы быстро разбогатеться. Закхей был одним из мытарей. Нарушение законов наказывалось. Закхей следовал правилам. Когда Иисус пришел к нему, его сердце изменилось. Он стал честным, исполнив то, что превышало требования законов. Есть такая цитата. «Покажи мне лучшего друга, и я покажу тебе твоего учителя». Если вы хотите жить в хорошем будущем и добиваться успеха, то окружите себя теми, кто связан с вами одним общим делом. Это пример успеха. Сегодня мы говорили о том, как важно быть честным. В Библии Бог дает высокую оценку честности. Мир знает, если ты хочешь принести изменения и стать лидером, то тебе нужно быть честным. Дело в том, что поколение Z живет в мире, где очень мало честных людей. Ему нужно научиться жить честно, чтобы стать действительно духовными лидерами. Павел боролся с законничеством и мечтательством. А в основании этих заблуждений был гностицизм. Дело в том, что корень этого слова — это гносис, то есть знание. Гностицизм — это отклонение от истины. Гностики не считали Иисуса и Богом, и человеком. Поэтому эти ребята считали, что дух и тело существуют параллельно друг к другу, внутреннее и внешнее. Чему же гностики учили? Человек спасается через особое знание. Если ты обладаешь им, то ты избавлен или спасен. Это знание есть у тебя в духе. Гностики верили, что все духовное — это хорошо, а все материальное — это плохо. Они считали весь мир плохим, и что он был создан плохим. Поэтому тело — это зло, а дух — это добро. Поэтому они считали, что можно жить правильно в духе, даже если ты грешишь своим телом. Это приводило к раздвоенности или к большому разделению личности. Люди считали, если у тебя есть особое знание об Иисусе, то ты будешь искуплен в сердце. Ты можешь делать все, что хочешь, с телом, и это не повлияет на спасение. Эта старая ложь пропагандируется в наши дни в обществе и в современной церкви. По всему миру люди приняли странную идею о благодати. Согласно этой идее, если у тебя все в порядке с духом, и ты знаешь, кто ты во Христе, то не имеет значения, что ты делаешь. Бог в любом случае позаботится о нем. Это очень старая ложь. Помните о сказанном в Божьем Слове? Те, кто живет двойной жизнью, однажды навсегда погибнут для Господа Бога. Этих несчастных людей нельзя назвать честными и целостными личностями. Духовное давление раздавит и уничтожит их. Многие считают, что у них чистое сердце, а тело творит зло. Они совсем не верят, что их тело влияет на дух. Я встречаю эту ложь все время. Она звучит так. Доктор Уилсон, я согрешил, но я не хотел грешить. Сердце не хотело грешить, поэтому я не совершил зло. Люди говорят, было так, словно я смотрел на себя, как на экране. Это не я, а мое тело делало это. Это и есть двуличность. То, что делает ваше тело, влияет на ваш дух. В своем слове Бог учит. Человек состоит из трех частей. Мы — это дух, душа и тело. Своей силой Христос искупил эти три части нашей личности. Иисус пришел воплоти, чтобы мы освободились от греха воплоти. Он прощает эти грехи. Да, знание — это очень важно. Мы спасены благодаря благодати, а не делами. Ты не спасешься через законничество и правильные дела. Во-первых, мне нужно поверить в Иисуса как в Спасителя. Тогда Он изменит мое сердце и преобразит меня. После этого мой дух диктует мои поступки. Мне следует слушаться Бога в моей плоти. Священное Писание говорит нам «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иисус говорит нам «Если вы любите Меня, то умерщвляйте свои грехи, чтобы исполнить заповеди. Живите праведно». Мы сбиваемся с толку и не различаем вменяемую праведность от передаваемой. Мы нуждаемся в обоих видах, чтобы служить Богу. Что такое вменяемая праведность? Бог засчитывает праведность Христа на наш счет, как будто мы никогда не грешили. Я поверил в то, что Христос спас меня, в искупление и Его воскрешение. Когда я доверился Ему и поверил в прощение грехов, тогда Бог покрыл мои грехи праведностью Христа так, будто я не грешил. Книга моей жизни стала чистой. Я получил вменяемую праведность Иисусом. Но христианство — это не только это. Нам важно понять это. Отец желает не только вменить мне праведность Сына в моей книге на небе и очистить меня. Он желает вменить мне праведность Сына и сделать меня чистым здесь, на земле. То есть Бог видит меня праведным. Я живу праведно на глазах у других и живу праведно в этом мире. По благодати мы можем жить благочестиво, праведно и честно в настоящем мире. Нам нужна вменяемая и передаваемая праведность. Проповедуя о поколении Зетт, я упоминал персонажи. Сегодня мы рассмотрим жизнь личности по имени Закхей. Закхей был невысоким. Он был сборщиком пошлин. Он был грешником с ужасной репутацией. Он жил в ужасном месте. Это был проклятый, пыльный Иерихон. Иисус пришел в этот город. Он вошел туда и исцелил слепого. Толпа собралась вокруг него. Закхей не был человеком большого роста. Он хотел посмотреть на Мессию, на целителя слепых и на спасителя. Он опередил толпу и забрался на тутовое дерево, чтобы увидеть его. Он совершил необычный поступок. Когда Иисус увидел Закхея на дереве, он остановился. Он попросил его слезть. Закхей сказал, спаситель, сойди скорее, ибо сегодня надо бы мне быть у тебя в доме. И он сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать. Он зашел к грешнику, но Закхей, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я дам нищим, и если кого чем обидел, вас дам вчетверо». Иисус Христос сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама». Он попросил его спуститься и познакомился. Во время знакомства, когда Господь и Спаситель Иисус проявил доверие грешному Закхею, жизнь последнего изменилась. Его сердце изменилось, потому что Иисус принял и полюбил его. Он простил его. То, что произошло в его сердце, сразу отразилось в его поступках. Закхей сказал, «Господи, половину имения моего я дам нищим». Он поступал несправедливо, поэтому ему нужно было вернуть деньги. «Я дам эти деньги бедным». Я совершу очевидный поступок, чтобы отразить перемену в сердце. Грех сделал сердце Закхея черным. Он пользовался дурной славой. Бог сделал его чистым. Бывший грешник Закхей стал честным Закхеем по милости Господа Бога. Бог желает сделать это в данном поколении. Он хочет вытащить нас из трясины ложной философии гностицизма, которая отделяет сердце от тела. Бог объединит сердце и тело, чтобы тело и дух и разум все были в гармонии, чтобы наше сердце управляло телом для служения Господу. Послушайте, что сказал Павел, борясь с этой философией. «Сам же Бог мира, да, светит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Пусть все это существует в единстве, чтобы вы были цельной личностью, честным и неделимым, как и должно быть. Тогда вы, цельный человек, будете возвещать о Христе сломленному и раздробленному миру. Итак, двуличие уничтожит вас, а честность будет вести вас всю вечность. Если вы не поступаете честно, то я молюсь, чтобы Бог помог вам стать честным. Доверьтесь Христу на сто процентов и слушайтесь Его во всем. Ваше прошлое, грехи и репутация не испугают Христа. Закхей слыл отпетым негодяям, но он отдал сердце Искупителю Иисусу и стал честным человеком. Поэтому и вы станьте честным». Хотим мы этого или нет, но мы запоминаем то, что видим. Это песни, передачи или новости. Поэтому будьте разборчивы в том, что вы смотрите. Это влияет на нас. Сегодня мировое влияние говорит о честности. У многих людей очень большие проблемы в этой сфере. Они ведут себя хорошо, а их сердце грешит. Они хотят поступать правильно, но не поступают. Бог желает сделать вас цельным и целостным. Для чего? Чтобы вы прошли через испытания и стали лидером ради славы Господа. С точки зрения христианства, можно стать успешным лидером или провалиться. Давление увеличивается. Если вы обманщик, то вы погибнете из-за своего двуличия. Поэтому Господь призывает каждого из нас жить справедно и честно. А как мне сделать это? Как стать честным? Отдай жизнь Христу. Отдай свое двуличие и грехи Ему. Бог возродит твое сердце. Слушайся Его всегда. Исполняй Его Слово. Тогда Господь Иисус благословит тебя и будет вести тебя по пути честности. Напишите мне по адресу, указанному на экране. Расскажите нам о себе и о том, с чем вы боретесь. Многие борются. Я борюсь с собой, чтобы поступать честно и быть последовательным. Я борюсь, чтобы мой дух руководил моим телом. Мы побеждаем, черпая силу у Креста и у Святого Духа. Я хочу помолиться за вас. Пишите мне по адресу, указанному на экране. И я буду молиться, чтобы Бог помогал вам поступать честно. Бог поведет вас за собой и обязательно благословит любого мужчину и женщину, которые желают исполнять волю Господню. Спасибо за просмотр Мирового влияния. Мы вещаем миру о Христе. Вы смотрели программу «Мировое влияние» с доктором Билли Уилсоном, президентом Университета Орла Робертса, всемирно известного христианского университета в Талсе, штат Оклахома. Узнайте на нашем сайте, как получить диплом по одной из 65 профильных дисциплин в онлайн-режиме или стационарно. Наш университет гордится тем, что поддерживает движение Духа по всему миру. «Эмпауэрт-21». В эти месяцы люди столкнулись с самым большим испытанием в своей жизни. Сейчас мы, как глобальное сообщество, выходим на связь чаще, чем прежде. Мы сотрудничаем друг с другом, чтобы создать пути для будущего. Мы поощряем наших студентов, которые встретили это испытание и не позволили обстоятельствам остановить их на пути. Университет внедрил новые методы обучения, и теперь у нас есть онлайн-занятия. Несмотря на эти перемены, наши руководители готовы принять новые условия обучения во время пандемии. Несмотря на неопределенность развития мира, мы убеждены в том, что наш университет выпускает успешных лидеров. Нас не пугают перемена формата преподавания, и наша цель осталась прежней. Если вы ищете новый путь для нового дня, то зайдите на наш сайт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok